В эфире информационная программа «Пульс города» в студии Екатерина Иванова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашем выпуске. Капля крови – символ жизни. В Кандалакше состоялась очередная акция «Стань донором». Лихач, спровоцировавший погоню, может быть привлечен к уголовной ответственности. Следи за знаками, где они уже появились, а где еще только будут установлены. Синоптики предупреждают Кандалакша на неблагоприятных погодных условиях. Согласно прогнозам, сегодня ночью на юге Мурманской области ожидается сильный снегопад. Возможно, налипание мокрого снега на провода и ухудшение состояния дорог. Житель Кандалакши, спровоцировавший погоню и протащивший инспектора ГИБДД на двери собственной машины, может быть привлечен к уголовной ответственности. Расследованием инцидента, который произошел в нашем городе 28 октября, сейчас занимаются следственные органы. Как было установлено в ходе предварительного следствия, водитель автомобиля остановился по первому требованию автоинспектора. Однако, когда сотрудник ГИБДД подошел к машине, резко дал по газам. На записи, сделанной видеорегистратором, видно, как повиснув на двери автомобиля, сотрудник полиции несколько метров пробежал рядом с движущимся транспортным средством, после чего схватился за руль. Водитель потерял контроль над машиной и съехал на обочину. Впоследствии у злоумышленника были обнаружены видимые признаки алкогольного опьянения. За данное правонарушение предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей лишения прав. Однако, в этом случае дело для водителя может принять плохой оборот. По поручению руководителя регионального управления Следственного комитета, сейчас проводится процессуальная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного 318-й статьей Уголовного кодекса. Угроза применения насилия в отношении представителя власти. Не знак судьбы, а знак дорожный. Причем несколько появились на днях в железнодорожном микрорайоне. А если конкретно, в районе домов номер 39 и 37 по улице Кировская. Вопрос о необходимости установки знаков на данном участке поднимался на заседаниях комиссии по безопасности дорожного движения еще в начале этого года. В итоге было принято решение, реализовать которое удалось только сейчас. Таким образом, на отрезке дороги вдоль домов 39 и 37 по улице Кировская появились знаки «Дорога с односторонним движением» и «Въезд запрещен». Водителей просят учитывать нововведения при планировании маршрутов. Кроме того, напоминаем, что при въезде на Масовку с дороги Кандалакша-Умба, начиная с 1 декабря, также будет установлен знак «Проезд запрещен». Ограничения носят временный характер и действуют в период с 1 декабря до конца апреля. Не по случаю праздника или какой-то круглой даты, а по велению сердца и души сотни кандалакшан пришли сегодня в центральную районную больницу для того, чтобы принять участие в ставшей уже традиционной акции «Стань донором». За долгое время существования акции в нашем городе слова «Стань донором» звучат уже не как призыв, а как констатация факта или просто оповещение для всех неравнодушных. В Кандалакшу снова приезжает станция переливания крови. Есть возможность сделать доброе дело – поделиться своей кровью ради спасения чьей-то жизни. Я только что пообщалась с сотрудниками выездной бригады Мурманской областной станции переливания, которые заметили, что наши доноры стали более автономными. Они уже знают, куда идти, что спрашивать, как правильно питаться, как правильно подготовиться к донации, как себя вести во время донации и прочее, прочее, прочее. Они отметили самостоятельность наших доноров и, конечно, количество поданных заявок. В коридорах ЦРБ в ожидании приглашения от медиков на кровоздачу можно встретить и представителей молодого поколения, и умудренных жизнью горожан. Всех их объединяет одна общая цель, одно общее дело – сделать то, что не могут другие. Люди болеют, очень много онкологических заболеваний, аварии. Но кровь в любом случае всегда нужна. Если мы ее не будем сдавать, кто тогда им поможет? Тут мы, вроде бы. Пусть она лучше будет, чем ее не будет. На этот раз для участия в акции «Стань донором» заявилось более ста человек. Некоторые из них, к сожалению, не смогли сдать кровь из-за противопоказаний. Плохое самочувствие, низкий гемоглобин или высокое давление – веские основания для отвода от донации. И это все, о чем мы успеваем вам рассказать сегодня. Далее вас ждет короткий блок коммерческой информации и прогноз погоды. А я с вами прощаюсь до завтра. Смотрите нас ровно в 19.00 на телеканале ТНТ «Кандалакша». Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok